Добрый день, добрый день, уважаемые радиослушатели, в эфире Финам ФМ Сухой Остаток. Меня зовут Олег Дмитриев, сегодня будем говорить о том, что же, что же, это даже вопрос такой, крик души, что же может привлечь все же инвестора, иностранного прежде всего, учитывая печальную российскую действительность, ну, с точки зрения экономики, экономического роста, потому что мы знаем прекрасно, да, цифры читаем, замедление роста экономики, отток капитала и так далее, и тому подобное, вот, но есть белые пятна и на этом темном фоне, как оказалось. Итак, мы сегодня обсуждаем коммерческую недвижимость и говорим о том, что она даже интересна и в кризис, ну, или, как минимум, в сложные экономические времена. Представлю моих гостей сегодня в студии. Елена Комиссарова, генеральный директор компании Bell Development. Елена, добрый день. Добрый день. И в студии Виталий Мажоровский, партнер практики недвижимости и строительства Гольцблот БЛП. Добрый день, Виталий. Добрый день, Олег. Так, ну что ж, уважаемые гости, давайте сразу начнем. Ну и, в принципе, Виталий, вам вопрос первый. Вот с этим утверждением, я не беру его, конечно, на себя, это не моя точка зрения, ну, так, принятая точка зрения, что нынешний экономический рост, очевидно, да, достаточно затруднительный в России, я имею в виду, и интерес наверняка на этом фоне все же к российским активам падает, падает. Я так понимаю, что это не всегда так. Ваша точка зрения, Виталий. Ну, Олег, говоря о российских активах, мы должны четко определиться, что мы имеем в виду. Это ценные бумаги, да, или это, например, недвижимость, которой посвящена сегодняшняя передача. И если интерес к российской недвижимости как к российскому активу падает, то я тогда, простите меня, не понимаю, что я делаю в офисе до девяти, до десяти вечера каждый день. Об этом стоит отдельно поговорить, кстати. Видимо, да. Ну, я не буду сейчас вас, да, просить о том, чтобы вы рассказали поминутно, здесь свой рабочий день, но я предполагаю, что эта фраза говорит о том, что вы загружены работой, а откуда она взялась, и вот, собственно, здесь и начинаем. Вы знаете, возможно, речь о том, может, Елена меня поправит, о парадоксе, который мы наблюдаем. Действительно, экономика показывает сейчас не самые хорошие результаты, ВВП тоже. Есть куда совершенствовать, есть к чему развиваться, к чему стремиться. И курс рубля тоже сейчас показывает, демонстрирует волатильность, да, и с ценными бумагами тоже все непонятно. И в этой ситуации вот как раз коммерческая недвижимость, она, по крайней мере, на этом этапе развития показывает очень хорошие перспективы. Потому что недвижимость, в общем-то, хорошая недвижимость, конечно, она не дешевеет. Хорошая недвижимость дает стабильный денежный поток. То есть это... Я прошу прощения, здесь два момента сразу. Мы должны уточнить, что такое хорошая недвижимость, потому что, я так понимаю, если есть хорошая, есть какая-то и плохая недвижимость. Ну а потом, сейчас еще один момент, Виталий, а потом мне интересно все же, что недвижимость, ну бог с ней, хорошая, плохая, она в принципе, да, как альтернатива вот в сложные времена всегда рассматривается инвест, потому что у нее есть какие-то свойства у этой самой недвижимости, Лен, подключитесь, это правда? Ну, начнем с самого названия, недвижимость, чем она хороша, потому что она недвижимость, второе слово хорошее коммерческое. Подожди, чем она хороша, потому что она не движется. Да, она не движется, у нас вот и курс доллара, и рубля там движется, скажем так. Так, я возражу, а цены на недвижимость разве не движутся, извините, уже за то, что... Так в этом смотрелись. Ну, понимаете, вот я думаю, что наш рынок достиг той стадии, такой, если позволю себе назвать, развитости рынка недвижимости, когда у нас появилась правильная с точки зрения коммерции всех параметров недвижимость, это и локейшн, 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 местоположение, и стандарты, присущие недвижимости класса А, которые отвечают уже мировым стандартам. Ну, в принципе, классность, да? Классность. То есть деление на классы. Ну, деление на классы, это такая достаточно условная гильдия риэлторов, разрабатывает всякие разные стандарты, там, наличие лифта, размеры коридоров, притяжная вентиляция, куча разных терминов, должно соответствовать. Ну, действительно, за последние 20 лет в России, в частности, в Москве появился этот действительно уровень правильный с точки зрения мировых стандартов недвижимости. А на что смотрят те же инвесторы западные? Ну, берем, прежде всего, пенсионные фонды, американские, и по сделкам мы видим, что они все равно приходят на наш рынок. Для них очень важен этот правильный стандарт, что здание, офис, например, соответствует всем стандартам, там, для людей с ограниченными возможностями, грин, всякие технологии, и такие объекты уже появились. Поэтому они приходят на этот рынок, а это прежде всего, не, я не хочу быть таким, знаете, очень-очень-очень сильным оптимистом, да? Почему? Почему, Лена? Ну, потому что... У нас так мало очень-очень сильных оптимистов, будьте вы одной из этого числа. Понимаете, вот поэтому пенсионный фонд, он закончил пенсионный фонд, у них соответствует всем стандартам, есть стабильный, как уже сказал Виталий, денежный поток от аренды, офисы соответствуют всем экологическим и прочим стандартам, и они не боятся вкладывать деньги, а деньги тех же самых пенсионных фондов, это длинные деньги, которые в том числе, ну, нуждаются отрасль... Кстати, ключевое здесь, да, наверное, или важное слово, именно длинные деньги, длинные деньги, мы привыкли к спекулянтам, которые из-за границы в том числе и идут. Не, ну, спекулянты, наверное, тоже приходят из-за границы, но, скажем так, это положительный такой тренд, что приходят длинные деньги, и такие компании, как Morgan Stanley, вкладываются. И вообще, 2013 год, насколько я понимаю, показал достаточно неплохой приток по инвестициям именно в коммерческие недвижимости. То есть, по ней такой широкий, это и офисы, это и торговые площади, стрит-ритейл, который всех всегда побеждает по своей доходности, по стоимости аренды, по востребованности. Ну, и склады, конечно, логистические центры. Но здесь, вот, Олег, хотел бы сказать, что, конечно, рынок недвижимости, в том числе комической Москвы, ну, это вообще отдельное царство, государство. Оно абсолютно отличается от того же Новосибирска, там третьей нашей столицы в стране, абсолютно другие ставки по сравнению даже с Санкт-Петербургом. Ну, и, конечно, плохо говорят, но все деньги, конечно, сейчас в Москве. Ну, это плохо, неплохо, мы без оценок, это факт. Да, то есть, это факт, это присуще. Ну, наверное, как бы риски не рассматривали все, в том числе западные инвесторы, риски, о которых пишут, там, по борьбе с коррупцией, там, прочее, прочее. Я думаю, что все риски нашей страны, они соизмеримы с рисками. Они с лихвой покрываются возможной доходностью, это очевидно. Ну, вы знаете, я думаю, что риски есть на всех рынках. И когда у нас выходит демонстрация голодовка в Париже, тоже, я думаю, риски для инвесторов соизмеримы. Лена, спасибо огромное. Мы, собственно, в эти детали сейчас чуть позже погрузимся. Мне хотелось бы обязательно вот эту сравнительную какую-то, сравнительный анализ, да, в отношении регионов от вас услышать. Ну, и, конечно, вот эта классность определить, да, по каким критериям она определяется. Тем не менее, Виталий, смотрите, вот опять я логику обывателя сейчас озвучу, если позволите. Я наблюдаю. Ну, официальные статистики я, как гражданин Российской Федерации, все-таки верю. Я смотрю, да, да, и я верю людям, которые обличены властью и не говорят, что там на ними говорят, с трибуны или там по телевизору. Я верю им. Я читаю. Замедляется ВВП у нас по итогам, там, последнее, да, по счету 1,3 за год. Дальше я верю, там, глава Минэкономразвития, да, или там глава Центрального банка говорит, ребят, 14-й год может еще хуже быть, в общем, как-то так все. Да, у нас инфляция, ну, слава богу, там, в пределах она. Девальвация рубля или, там, ослабление рубля, призваны поддержать этот слабый. То есть, я рассуждаю, каким образом? Если это так, значит, говоря о ритейле, покупательная активность сократится. Говоря о ведении бизнеса, да, деловая активность сократится. При этом, опять я наслушался вас сейчас в том числе или начитался еще похожих мнений, при этом мне говорят, меня уверяют, да, что иностранец активно сейчас вкладывает в коммерческую недвижимость, ожидая, чего ожидая-то тогда, я не понимаю. Если все будет сокращаться и, собственно, доходность под вопросом в данном случае, ну, для меня, как для обывателя, еще раз прошу прощения. Виталий. Вопрос хороший, простого ответа на него нет, Олег, но я попробую сейчас, простите, на пальцах, что ли, написать, да? Я именно этого и прошу, именно этого прошу. Я уже упоминал качественную недвижимость, вы спрашивали, что такое качество, что хорошее, что плохое. Да, я хотел сказать, плохой недвижимости в принципе не бывает, просто невозможно. Бывает высококлассная недвижимость, бывает недвижимость классом поменьше, да, пониже, плохой ее не может быть в принципе. Я понял. Ну, я так понимаю, что каждый из этих вариантов, да, каждый уровень, он адресован кому-то конкретно. Безусловно, это абсолютно разные ниши. На него, да. Есть высокий класс, премиальный класс, класс А, да, это дорогие офисы, если мы сейчас говорим про офисы, да, это дорогие офисы, которые используются штаб-квартирами и крупных российских корпораций, и международных корпораций, как фронт-офисы, да. То есть, люди приходят, они должны быть впечатлены, да, это высокое качество, люди приходят. Ну, и то, о чем Лена говорил, да, есть стандарты определенные. Вот мне нужно вот такое, естественно. Даже скорость лифтов регулируется, да, то есть, время ожидания, да, время ожидания, да, то есть, ты нажимаешь кнопку, и вот должно быть не больше сколько-то секунд. У богатых свои причуды. Не говорите, в самом шоке. Вот, говоря о высококачественной недвижимости, она будет генерировать, до тех пор, пока в этой стране еще все нормально и порядок, да, конечно, оговорка должна быть, она будет генерировать деньги, потому что эти корпорации, у них, они играют в длинную, в долгую, они просто так там, чтобы сэкономить 50 баксов, простите меня, они не станут менять локацию, вот им здесь надо, да, здесь удобно, привычно, намолено, все, да, они тут и останутся. Поэтому, с точки зрения владельцев существующей недвижимости, безусловно, ну, замедляется ВВП, ну, заработаю я чуть поменьше, ну, поменяю, там, куплю свой очередной майбах, там, не в сентябре, а в октябре, да, то есть, ничего критичного. Целый месяц, правда, на старом буду ездить. Я понимаю, да. Но потерплю. Ну, это не конец света, в конце концов. Другая ситуация возникает, когда речь идет о строительстве нового бизнес-центра класса А. Учитывая, что развития особо экономического нет, значит, корпорации, потребители этих офисов, да, они, скорее всего, не рассматривают расширение персонала, да, найм персонала, то есть, новые площади, скорее всего, не нужны. То есть, до нового девелопинга, очевидно, здесь будет замедление, да, потому что, когда начинаешь рассчитывать проект, а кого ты туда посадишь? Деньги, там, кредит-то тебе с Бертом или ВТБ дадут, а дальше деньги-то надо возвращать или ты кредитную историю себе испортишь, да, то есть, тут 150 раз подумаешь, прежде чем в это все входить. Это рынок офисов. Если мы говорим про ритейл, то ритейл, на самом деле, если оставить в стороне Москву и Питер, поляна, простите меня, нетоптанная еще, да, потому что вот те форматы, которые сейчас строятся, ну, большие коробки современные, да, ведь в советской торговле такого, в принципе, не было, да. И то, что сейчас, слава богу, ритейл пошел... Я прошу прощения, в советской торговле, Лен, универсальный магазин, это некий далекий аналог все-таки, да. Далекий аналог, который сейчас переоборотил. Я бы даже не стал сравнивать. Хорошо, я прошу прощения. Это разные... Вот помните, гостиница «Москва» стояла, да, ее же пришлось... Три звезды причем? Ее же пришлось полностью убрать, потому что, вроде бы, и гостиницы, но стандарты не те, расстояние между колоннами, площадь номеров, вспомогательные помещения, все несоответственно. Хотя была заполнена она всегда, насколько я знаю. Ну, местоположение, скажем так, вид из окна, опять же. Ну, соглашусь... И относительно дешевизна все-таки, да, если это три звезды, там были ценники. Не была она дешевой. Если переходить к гостинице в Москве, вот, в частности, и всем другим городам, там же Новосибирску, просто не хватает данного сегмента рынка коммерческого. Ну, вот присоединюсь к Виталию, что очень важно слово «недвижимость», все процессы в недвижимости, они нескольким образом позднее происходят. Когда у нас идет замедление в экономике, то выход вот как раз... Да, те офисы, те центры торговые, когда построены, они будут приносить доход чуть меньше, как правильно было замечено, чуть больше. Может быть, замедлится, там, возвратность инвестиций. Но самая большая проблема будет, действительно, с выходом на новые объекты. Это и стоимость денег привлечения, это и доступность новых эффективных строительных площадок, ну и, естественно, некое, там, не знаю, замедление темпа экономики в том числе. Можно в этом случае говорить, что сейчас мы, действительно, наблюдаем сокращение предложений именно нового строительства? Новое, да. Новые проекты сейчас не закладываются или очень ограниченно закладываются. То есть реализуются те проекты, которые были анонсированы раньше. Вот в Сити, да, там, проект ОКО, Capital Group, там, достраивается башня Федерации, да, то есть достраиваются те проекты, которые были анонсированы некоторое время назад. Новые проекты, да, есть, есть, безусловно, ничто не стоит на месте, но по масштабам, конечно, это не 2007 год. Масштабы гораздо скромнее стоят. То есть в этом случае все-таки мы видим, да, вот это вот соответствие, да, вот той экономической ситуации и, соответственно, развитию комитета. Ну, замедление, да, происходит существенно. Может, это и хорошо, люди начинают продумывать. Да, 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 ведь раньше просто, да, надо поскольку... Деньги есть. Да, 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 надо вкладывать. Не, ну, понимаете, только ленивый не занимался, я бы сказала, девелопментом в 2005-2007 году. И нормы доходности были совершенно другие. И может быть и хорошо, что сейчас, при тем, как выйти на площадку, люди в той раз подумают, сделают несколько бастюстов, посмотришь, а что же здесь все-таки строить. Иногда даже... Вообще, ну, я не знаю, как вот все остальные коллеги по цеху, мне кажется, что мы находимся в состоянии кризиса с 2008 года, и как-то особо из него не то, чтобы не выходили, а просто мы изменились. Рынок изменился. Изменились ожидания клиентов, изменились, скажем так, расчеты девелоперов. Лучше стали считать. Я бы предложил, Лен, спустились с небес на землю. Ну, можно так сказать, отрезвило. Рынок отрезвило. Виталий не согласился с утверждением, что в кризисе с 2008 года. Опять же, вопрос в терминах, что мы называем кризисом. Кризису я, на самом деле, лично я благодарен. Я, по крайней мере, начал читать книги. Почему? Что время появилось. Польша, я бы не свободно. Не, ну, для юриста всегда хорошо, что война, хорошо, что мир. Почитывать иногда, да? Мир хорошо. Лен, смотрите, вы упомянули Морган Стэнли в связи с какой-то, да, крупной сделкой, которая произошла там совсем недавно. Если можно, поподробнее расскажите об этом. Ну, они выкупили, скажем так, у казахских девелоперов, если мне не изменяют память, развлекательный, торгово-развлекательный центр «Метрополис». И сумма сделки была, насколько была опубликована, значительно. Один на два миллиарда. Ну, то есть, это можно как некий прецедент, да, вот нынешний опять, нет? Ну, с учетом того, что они потом перепродали 50% к калифорнийскому пенсионному фонду, я считаю, что это некий... Как для пенсионных денег, особенно американских, безусловно, прецедент, но для Морган Стэнли это не первая сделка. Галерея была год назад в Питере. Хорошо, а для рынка российской недвижимости это... Это хороший знак. Хороший знак. Хороший знак. Можем мы ждать некой тенденции? Ну, понимаете, быть пророком сейчас на рынке тяжело. Но пророком всегда тяжело, да. Ну, это, на мой взгляд, хороший знак, что деньги, они все равно ищут доходность определенную. И рынок у нас, ну, как бы плохо, бедно развивается. Хорошо. Давайте поговорим тогда о том, с какими трудностями сталкиваются инвесторы. Ну, в данном случае иностранные, потому что другая юридикция, наверное, тоже проблем. Виталий, к вам, как к юристу, прежде всего, когда они идут на российский рынок. Ну, мой опыт показывает, что основные проблемы у иностранцев лежат не в юридической плоскости, а, скорее всего, в психологической, организационной. Ментальной, ментальной, да? Ментальной, организационной, неважно, как это называть. О чем я говорю? Я говорю о том, что крупные инвесторы, когда они приходят сюда, как правило, центр принятия решений находится не здесь, не в России, а далеко отсюда. Плюс существуют многочисленные сложные корпоративные процедуры. Согласование, оценки, одобрение. И вот здесь то, что является их, в общем-то, сильной стороной, потому что это позволяет, ошибка от дурака, своеобразная, в данном конкретном случае часто она работает против них. То есть их преимущество – это продолжение их, или их недостатки – продолжение их преимуществ. Потому что выбрали они объект. Пока они начинают согласовывать, внутри себя обсуждают, тут появляются более гибкие русские ребята, которые говорят, я хочу вот это завернить, деньги вот они, не надо мне никаких там индонетис ваших, не надо мне ваших ворунтов, вот деньги. Если что, я к вам приду, и мы пообсудим этот вопрос отдельно. И приходит ситуация, что иностранцы выбрали объект, обсуждают, пока они только в начальной стадии обсуждения, в первой трети. Эти русские уже все давно купили и упаковали, и закрыли сделку. Они идут к другому объекту, это повторяется. Естественно, это не может не накладывать отпечаток. Они начинают говорить, что в России там правила, ребята, ну, да, здесь быстрее принимают решения, ребята быстрее оценивают риски, местные ребята. Это данность рынка. Объектов, хороших, качественных объектов очень немного, свободных, которые на продажу выставлены по приемлемой цене. И вот о чем я говорю, что основная проблема, она нисколько юридическая. Да, у нас есть, ну, проблемы я не буду называть, особенности. Особенности законодательства. Особенности регулирования, они везде есть. Конечно, конечно. Ну, еще и бизнес-политики, бизнес-практики, культура, бизнес-культура. Да, что если ты договорился, то ты договорился. Русские могут, ой, что-то я погорячил. Я что-то погорячился вчера, ребята, простите. Ну, и, кстати, вот, сталкиваясь с такими проблемами, с такого рода проблемами, все-таки иностранец, он становится более мобильным. Они на уровне вот этой самой корпоративной своей культуры, своих корпоративных, могут что-то изменить? Именно исходя из того, что, ребята, там есть вот более шустые, да, надо как-то шевелиться. Учитывая, что для большинства крупных профессиональных инвесторов Россия, по крайней мере, на данном этапе, не является ключевым рынком, скорее всего, под Россию они подстраиваться не будут. Но не получилось, не получилось. Пойду в Швецию, Финляндию, в Польшу, там получится. Совершенно верно, там есть выбор. Да, Лен? Ну, мне кажется, что, скажем так, флагманы транснациональных корпораций уже давно здесь и учатся принимать решения. Но здесь, скажем так, и наша российская компания... По нашим правилам учатся, да, принимать решения по нашим правилам? Ну, я думаю, что у нас правила не такие сложные, не такие страшные для всех. Есть юристы, которые с опытом работают. Другое дело, что, скажем так, я бы сказала, на других рынках, в других странах тоже не так все хорошо. Поэтому я думаю, что российский рынок будет, ну, я еще раз скажу, не такой, чтобы оптимист, но сравнивая нормы доходности альтернативные банковские в Европе, и доходность, пусть там 4-5 процентов от недвижимости. Даже 5 нету, даже 5 нету. 3-4 максимум. 3-4, да. От недвижимости, наверное, очень хотелось бы немножко сработать больше. А здесь от 7 до 9 консервативная оценка, то есть жадность – это страшная вещь, алчность. Да, 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 да. Поэтому, скажем, думаю, что вот желание, жажда наживы и сравнение… Это алчность называется. Ну, алчность, да, она побеждает. Хорошие синонимы, конечно. Да, алчность побеждает. Все подходят. Лен, ну, тем не менее, смотрите, вот эта вот разница в доходности, но для больших денег действительно это серьезно, 4%, 7%, да. Она, тем не менее, перекрывает вот эти самые риски, о которых мы начали тоже некоторое время назад говорить, да, связанные с своеобразием ведения бизнеса, с какими-то, может, политическими факторами, потому что, да, иностранец всегда смотрит на Россию как на такую точку, да, Ну, это малочитающий иностранец. Таящий взрыв в себе. Да, Виталий. Да, я хотел добавить к тому, что Лена сказала. Конечно, алчность – вещь большая, и опыт 2007-2008 года, когда бум был, да, и за один объект выстраивались очереди из желающих его приобрести. Это страшная вещь, но вы очень корректно упомянули политические вещи, да, потому что вот Лена упоминала Кальперс, покупку 50% в мегаполисе. Эта покупка в Штатах вызвала обширную дискуссию политическую, да, потому что пенсионный фонд – это пенсионные деньги. А учитывая, что отношения политические между Россией и Соединенными Штатами… Да, да, непростые, то, естественно, это публичные деньги считаются, да, что, ах, вы инвестируете публичные, наши пенсионные накопления в страну, где раз, два, три, четыре, пять – это вызвало. То есть, есть масса нюансов. Или, опять же, тот же, ну, не знаю. А, кстати, извините, вызвало это массу обсуждений, и чем закончилось, если закончилось? Ну, особенно ничем, сделка осталась в силе, Кальперс по-прежнему пока здесь, но, безусловно, следующие фонды, да, или инвесторы, они будут просчитывать эти риски. А с чем им придется столкнуться, с какими обвинениями после того, как они примут решение идти в Россию? То есть, тут политика. Политика опять, да, на первом месте. Лен, добавить что-то хотели? Ну, в принципе, наверное, правильно. Здесь уже зависит от нашей общей ситуации, насколько мы будем презентабельны. И инвестиционный климат, и все такие другие вещи. О, хорошие. Нет, хорошие вещи, и термин хороший такой, инвестиционный климат. Да. Вот если говорить о нем, он в глазах иностранного инвестора, этот климат все-таки, как выглядит? Что это? Ясная солнечная погода, или туманы, или дождь со снегом, шторм? Как вы? Ну, понимаете, страны же конкурируют. Кто у нас имеет лучший инвестиционный климат? Это вообще больше такая же политическая даже вещь. Очень сильно зависит, ну, как... Ну, это вещь политическая, но очень много практических. Да. Конечно, очень многое зависит от того, как мы будем выглядеть перед всем миром. Ну, может быть, не знаю, Олимпийские игры сейчас позитивно, скажем так, повлияют на ситуацию общую. Во многом все-таки вот этот инвестиционный климат, помимо объективных его параметров, да, которые можно перечислять, это еще и некое такое информационное поле все же. Безусловно. Это то, что другие люди думают об этом. Это не то, что есть, а то, что думают. Вот, вот, вот. Причем они думают, да, как правило, на основании того, что им говорят, а не то, что есть на самом деле. Понимаете, по-разному, Олег? По-разному. Очень по-разному. Абсолютно согласна, что это зависит вот не что есть, а что говорят, что думают. Потому что, ну, не все люди знают, скажем так, те же американцы, где вообще находится эта Россия с ее Москвой, Санкт-Петербургом, Новороссийском. Что они тут делают? Нет, те люди, которые не знают, где находятся, мы, наверное, не сильно заинтересованы в том, что они знали. Мы говорим все-таки о людях бизнеса, а бизнесмен не имеет права, да, не ориентируется, как минимум, в карте мира. Ну, еще хотел бы сказать, что, да, пенсионные деньги, длинные деньги, вопросы могут возникать спорные. Очень хотелось бы, что и уже идет процесс банки, все-таки западные, должны приходить и составлять должную конкуренцию нашим российским госбанкам. Ну, это уже с точки зрения привлечения денежных средств для будущих новых объектов, инвестиций в коммерческую, в том числе недвижимость. А сейчас все-таки мы наблюдаем какую-то, да, не особо большую активность именно иностранных финансов. Нет, но в большей мере они вызваны проблемами на домашних рынках, то есть им надо решать домашние проблемы там, где они находятся. Прежде чем, да, экспансию какую-то. Ну, как можно куда-то идти, если у тебя дома там вода течет, крыша, да, не комильфо. Вот, поэтому государственные банки наши, там, ВТБ, Сбербанк являются основным источником. Пока, да. Да, пока не слышно. Справляются они? Ликвидности хватает. Задачи дворец. Нет, они даже не хотят расставаться с теми токсичными активами, которые у них накопились за период 2008. Они надеются, что скоро эти токсины рассеются, растворятся, да? Да, то есть все ожидали, что они их будут срочно там продавать по броским ценам. Был даже термин «дестресс тассет». Да, да. Нет, они ВТБ-капитал и Сбербанк-капитал. Но уже вроде бы цены поднимаются до нужного уровня. Друзья мои, спасибо огромное. Мы сейчас прервемся с вами, да, послушаем рекламу на Финам-ФМ и потом продолжим эфир. Итак, друзья мои, продолжаем эфир. Сухой остаток на Финам-ФМ. Сегодня обсуждаем тему коммерческой недвижимости в России. У меня в гостях Елена Комиссарова, генеральный директор компании Bell Development, и Виталий Мажоровский, партнер практики недвижимости и строительства Goldsblatt BLP. Друзья мои, давайте продолжим наш разговор и более детально обсудим. Все же, если мы рассматриваем интерес иностранца, прежде всего, в адрес российской недвижимости, коммерческой недвижимости, да, Виталий, все же, как этот интерес диверсифицируется, то есть, что более, да, интересно, что более охотно инвестирует иностранец, ну, собственно, называли мы сегодня, да, будь то офисные помещения, офисные объекты, объекты торговые, складские и так далее и тому подобное. Виталий. Ну, как диверсифицируется? Ну, в общем-то, знаете, как в хорошей поликлинике каждый занимается своим, и недвижимость же может быть прибыльной только тогда, когда этим занимаются профессионалы. Всем должны заниматься профессионалы, и недвижимость вовсе не исключение из этого правила. Есть инвесторы, которые концентрируются исключительно на офисах, да, ну, например, O1 Properties, да, один из крупнейших игроков, а есть, которые только на складах, как Raven Russia, да, крупнейший оператор складской недвижимости сейчас в России. Есть, вот с ритейлом там попроще, потому что ритейл очень разный, да, одно дело это вот многофункциональный комплекс или торгово-развлекательный центр, типа мегаполиса, который мы упомянули, галерею, которую я тоже в суету тут упомянул, а есть просто бигбоксы, да, большие коробки, куда вот X5, магнит, то есть я уже начал эту тему до рекламной паузы, да, что торговая недвижимость в регионах – это поле непаханное еще, да, потому что сейчас, на самом деле, то, что мы видим, это фактически замещение той советской, изношенной, неприспособленной недвижимости, торговой, если можно назвать торговой недвижимостью, к современным форматам. Раз, плюс второй тренд, тенденцию, которую мы видим, это замещение открытых рынков колхозных, да, то есть фактически любой небольшой городок, поселок – это торговля. Утром пришли, поторговали и ушли хозяйством заниматься, коровы, свиньи, куры там и так далее. Так вот, замещение этой открытой торговли – вывод в более, что ли, цивилизованные форматы, да, то есть хотя бы крытые рынки, хотя бы отапливаемые, да, немного, чтобы там, естественно, тепло не всегда хорошо для овощей, и для мяса, да, но хотя бы, чтобы чисто санитарные требования и все такое. Вот это то, что мы сейчас наблюдаем. Если в 2007-2008 году приходили операторы международные, ну, там, Метро, Карфур, Ошан, нет, только города-миллионники, то есть 11 городов перечисляют, больше никуда. Сейчас смотришь, города уже сто тысяч населения. И так, если они говорят, да, мы только в города-миллионники. Да, сейчас они встречают очень сильную конкуренцию с стороны местных игроков, Х5, Магнит, крупнейшие ленты и так далее, да, которые очень сильно, сильные команды и очень хорошее состояние у них, и очень сильная конкуренция. И они играют против международных игроков. И как раз русские, они быстрее принимают решения, россияне, да, быстрее идут в города, столбят лучшие площадки. Вот Лена упоминала, локейшн, локейшн, локейшн. Для ритейла и для отелей, кстати, это закон, да, потому что можно построить замок замечательный, но если он будет в полукилометре от людского потока, то туда только случайные люди, или специально, да, кто вот надо туда пойти. А тут же главное, чтобы перекресток был путей, и на пересечении путей. И вот, с ритейлом идет вот это замещение. Вместе с самими коробками приходит культура. Вместе с культурой приходят логистические процессы. Это неизбежно тащит за собой необходимость профессиональных складов. Профессиональные склады, это же сервисная функция, да, и они идут следом за ритейлом. Приходят в качественный ритейл, или ритейлер сам строит, что он built to suit, да, для себя, или за ним идут профессиональные девелоперы, игроки этой складской недвижимости и строят вот для них. То есть склады чувствуют себя очень хорошо, потому что, опять же, складов, как и ритейла в регионах, в современном понимании, до недавних пор в принципе нет. Это сейчас, знаете, вот как бутилированная вода. До нее же в советское время жили нормальный корма для животных. Тоже кто бы мог подумать, что для кошечки-собачки надо будет покупать, идти в магазин и платить деньги, чтобы для кошечки-собачки купить просто даже не лакомство, а просто еду. Вот это новые рынки создаются, новые товары. Кстати, говоря о локейшн, давайте опять вернемся сюда. И, собственно, проблему регионов, ну или там, по крайней мере, перспективы регионов тоже отнесем. Вот локализация, которая необходима инвестору, подумающая о вложении своих средств. С точки зрения офисных помещений, с точки зрения, ну, сейчас Виталий рассказал, да, о торговле, где должны пересекаться пути, да, ежедневные дорожки большого количества будущих потребителей, да, будущих клиентов. Что важно для правильной локализации, Лена? Ну, очень важно, скажем так, ну вот Виталий отметил, что идет вот действительно правильные иностранные компании, те же ритейл, это Метро, это Икея, это Ашан, они пришли уже действительно в регионы, они занимаются совершенно спокойно площадки за городом, они не стремятся располагаться в центре города, они берут такие, скажем так, правильные пересечения транспортные, где можно развернуть транспортные потоки. Лена, было бы... Вот тот же пример, секундочку, Краснодарский край, это выход вот Меги, Метро и Икеи, они построили свой центр торговый за рекой на территории Адыгеи. Это и развитие той же, ну, как бы, извините, Адыгеи, которая, можно сказать, рекой разделена с Краснодарским краем. Город Краснодар. Город Краснодар, то есть это город Краснодар, это станица построена с помощью, как Нью-Йорк, делением на линии, такой квадратниками, квадратиками, но проехать по этому городу, ну, сложно, пусть не обидятся его жители, потому что везде пробки, улицы достаточно узкие, и поэтому правильный стандарт складов и правильный рынок ритейла приходит в чистое поле. Естественно, там существуют, как уже было сказано, местные предприниматели, магниты, лента, но они, данные, скажем так, инвесторы, приносят новый этот стандарт. Ну, естественно, логистические склады тоже подтягиваются, это происходит действительно во всех, ну, таких, в миллионниках это уже произошло, дальше это идет, скажем так, в более мелкие града. Поэтому правильное место, это не только рядом с Красной площадью, я бы так сказала. Вот необязательно считать, что у нас с вами в Москве, вот правильное место, самое правильное место, это вот гостиница Москва, да? Смотрите. Это необязательно. Тут два направления рассуждения. Первое правильное место, это там, где уже готовые потоки сходятся максимально, и вот сюда мне надо прийти, потому что, ну, тут понятно. Вторая логика другая, да? Здесь слишком все запружено, что называется, да? Там некуда уже воткнуться. Вот чистое поле есть, оно далеко, кстати, вот от этого, перекрестка-то, да, вожделенного. Я иду туда, и этот поток сам переспределяется, и в конечном итоге подходит ко мне. Ну, здесь же нюанс концептуальный, да? Одно дело это прийти купить там батон хлеба, да? Другое дело уехать на целый день, вот как Икея, которая упоминается с Мегой. Туда люди едут не на час, а на целый день. Именно поэтому там помимо торговых... Не важно. Едешь ты туда не 15 минут, а 40 минут, это большой роли не играет, потому что ты готов на это целый день. Это разные концепции. То есть я хотел подчеркнуть, именно поэтому, да, там помимо торговых площадей возникают еще массы всяких... Торговые развлекательные площадки, там катки, то есть это, ну, по сути, реализуется концепция комфортного пребывания людей достаточно длительное время в одном... Точка притяжения. Да-да, забавно, что кто-то поедет исключительно в кино сходить, да, или на катке покататься, но поскольку... С пустыми руками не уходят. Да-да-да, вокруг масса такого интересного предложения наверняка еще и что-то купят. Вот он такой современный шопик называется. Друзья мои, времени немного, давайте мы, ну, если не помечтаем, то, по крайней мере, да, не будем пророками, это неблагодарное вообще занятие. Тем не менее, объективно посмотрим на ближайшие какую-то перспективу и как... какие тенденции вы наблюдаете, какие перспективы роста именно коммерческой недвижимости в Российской Федерации, Виталий. Спасибо большое, Олег. Если говорить про девелопмент, девелопмент... Перераспределился управление потоков с пользой региона, в Москве сейчас действительно что-то строится, то это штучный товар или специфично под конкретного заказчика, например, штаб-квартиру крупной корпорации, или очень хороший проект, ну, или тот, который был ранее анонсированный, сейчас просто реализуется. То есть, очень дозированное идет строительство. Вместе с тем, естественно, деньги не терпят пустоты, они ищут приложения. Деньги охотно идут в регионы. Это то, что мы уже упоминали, это и создание, не строительство, а создание новой торговой инфраструктуры, новой... Именно создание, потому что с нуля все. Совершенно верно. Во многих даже районные центры Московской области просто ничего не было. За магазинами идет общепит, Макдональдсы, кофейни, вся эта культура идет, заправки нормальные идут, за ними идут склады, потому что логистическую инфраструктуру надо потягивать. То есть, с этой точки зрения, с точки зрения девелопмента, да, масштабы... Появляются дороги еще, да, Виталий, более-менее? Вот это отдельная тема, Олег. Я думаю, тут надо очень много времени обсуждать. Это еще Гоголь, помните эту историю? Да, да, да. Дураки, дороги. Вот. Это что касается девелопмента. С точки зрения сделок и инвестиций, сейчас очень активны русские игроки, в том числе и непрофильные игроки. То есть, люди из сырьевого сектора, у которых есть избыточные средства, люди, которые заработали на подрядах, в том числе и на государственных, есть свободные деньги, и они охотно инвестируются в жилье. Я думаю, что расчет делается на то, что, это мое ощущение, да, Лена, конечно, может со мной не согласиться, что как только европейские игроки профильные решат свои домашние проблемы, и у них жизнь наладится, и все станет хорошо, безусловно, алчность, жадность скажет свое слово. У инвесторов, как правило, память очень короткая, они быстро забывают плохое, и всегда хочется думать о хорошем, это оптимизм называется, да, и они вернутся, безусловно, сюда, опять же, при условии, что здесь не будет каких-то потрясений. У России есть, безусловно, свои недостатки, но у кого их нет, да, основные недостатки, я уверен, это не секрет, это нестабильное законодательство, очень частая смена правил, причем на ходу, введение налога, исчисляемого с кадастровой стоимостью, характерный тому пример, буквально за месяц поставили перед фактом людей, да, ребята, а бюджет это то, что людям пересчитывать, да, переигрывать деньги, и все такое. Не так важно. Да, низкое качество судебной системы, плюс не в пользу этого играет и вот текущее слияние высшего арбитражного суда. Абсолютно не в пользу. Абсолютно не в пользу. Я понял, да, Лена. Ну, я, скажем так, спорить как бы не о чем, в принципе, мы с вами перешли к какому-то консенсусу. Могу сказать, что, знаете, существует мнение, что все будет очень плохо, такая снагнация, не готов согласиться, но также не готова быть очень сильным оптимистом. С точки зрения денег, да, сюда действительно приходят и свободные деньги, как уже было сказано Италием, из других отраслей, плюс и на российском рынке, в регионах, есть еще большое количество того, что нужно строить, просто необходимо. В Европе уже везде есть заправки, уже везде есть гостиницы, уже везде есть рестораны. А здесь, если есть действительно длинные деньги, которые позволяют, скажем так, оправдать ту доходность со всеми барьерами, со всеми сложностями, там, оформления, земли, то есть, там, выхода, там, подготовки разрешительной документации для выхода на строительство, не менее, есть потребность рынка, это главное. То есть, главное, то есть, если сюда деньги действительно придут, и придут инвесторы, потому что есть что и где строить. Ну, это основной момент, все-таки в хорошем смысле мы остаемся оптимистами, да? Ну, скажем так, работать, работать, работать. Не шапка закидательских настроений, но работать надо, длинные деньги в конечном итоге должны привести к результату. Спасибо огромное. Спасибо огромное. Итак, друзья мои, мы сегодня, напомню, обсуждали тему коммерческой недвижимости в России. У меня в гостях были Елена Комиссарова, генеральный директор компании Bell Development, и Виталий Мажоровский, партнер практики недвижимости и строительства Golsblad BLP. Спасибо, уважаемые гости. Вам, уважаемые слушатели, спасибо за внимание. Всего хорошего. До свидания.